МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники реалити пытаются стать командой спасателей. Им нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Но уже испытание водой стало настоящим препятствием. Виталий утопил заработанный ранее иммунитет, а Катя Вертиховская выступила с неожиданным заявлением. Я хочу покинуть этот проект. Днем ребята строили полевую баню. Максим и Виталик болезненно делили лидерство, а на вечернем костре команда обменяла Катю и Пашу на изгнанного из лагеря Сашу. Саша, иди к нам! Сможет ли Саша сработать один за двоих, и что принесет новый день команде, которая запуталась в отношениях друг с другом? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утро было необычайно красивое. Спокойное, безветренное. И каждое утро я просыпаюсь от пения птиц. Это невероятный восторг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проснулись в мега уютных спальниках. Привет! Очень классные спальники, в которых еще отдыхали американские солдаты. Выдерживали температуру минус 22 градуса. Ну, почему-то минус один выдержать не можем. Ты замерз? Сейчас? Нет, за ночь. Да. А ты мне на правой руке подстрижешь ногти, то я на правой никогда не стригу. Я кого-нибудь прошу. Был багара. Я сижу в спальном мешке не потому, что я в реках, а потому, что мне тупо холодно. И на часах 4 часа утра. На часах, которых у меня нет. Ой, утро было замечательно. Если я вчера ходил такой на коляну, меня там раздражали все, я не понимал, что я тут делаю, кто эти люди, то сегодня я как бы так с этими дровами, так от души, немножко даже мозолька, от души так расправился, скажем так. И так сейчас, такой, на позитиве, классно. О-о-о! Виталий, у тебя тотемно, я не знаю, насколько. От меня вообще тотемно всегда. Я свой тотем вчера утопил. Все зашибись. Вообще, голову помыла. Картошки поела. Суп, правда, суп такой острый. Суп, господи. Вот это единственный негатив. Но девочка, которая перчила, уже ушла. Так что все нормально. Зачем будильник, когда вся природа просыпается и просто будит тебя, и ты просыпаешься вместе с природой и готов, готов идти в бой. Что-то на природе хорошо. Здравствуйте. Доброе утро, спасатели. Доброе утро. Почему спим еще? Подъем уже давно был. Быстренько поднимайте этого лежебоку. Помру Магомезу дольше всех спал. Но у него есть оправдание. Он писал диплом перед проектом. Три ночи не спав. Да. Ты один лежебоку у нас. Очаровательный. Три минуты времени в порядок привести и приготовиться к утренней зарядке. Построение возле костра. Я уже так второй день делаю. Видимо, это ни к чему хорошему не приведет. Ни к каким хорошим результатам. Просыпаемся. Так в такую рань. Кто встает-то? Ребят, тут сказали, кто последний выйдет, тот вылетает сегодня. Ути-пути. О, вот это мотивация. Вот это мотивация. Пришел наш уважаемый Вадим Ильич. Поднял всех на зарядку. Доброе, бодрое утро. Видно, что будет хороший день, хорошая погода. Продолжаем ликвидировать вашу физическую немощь. Вчера у нас было пять кругов. Но в связи с прошарой некоторых членов вашей команды спасателей, десятый час. Но это не есть для спасателя спать в это время. Сегодня будет десять кругов. А, мы получили десять кругов за то, что Рома спит? Вопросы? Нет вопросов. Нали. Вух. Колонну по два. Бегом. Пора не указывать маршруту. Мэш. Я ему все скажу, чтобы дисциплину держал. Бегом. Ну все, бежим. Саренга подвольт. Не получается подвольт. Я вообще очень мало чувствую из утра помню. Веселее, веселее, веселее. Клещи, комары, насекомые, крапива. Счастье. Я не люблю бегать, мне не нравится, мне плохо от бега. Вот поэтому я просто не люблю бегать. Дышим пол на грудью и городской смог вычихиваем. Прямо продолжаем бег. Мне кажется, уже десять, правда? Мне было мало бега, мне хотелось бежать еще и еще. Мы бежали, круг, наверное, одиннадцатый. И тут, бад, стоит солдат. Все нормально, то есть мы его встретили, это норма, да? Мы все подумали, что это просто глюк от недоедания. Ну, несчастье же, МЧС, на исключение он идет, правда? С ружьем как-то не по себе стало. Еще недавно они не знали друг друга, такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они команда спасателей. Их было десять, но до сегодняшнего дня дошло только восемь. Кто покинет команду сегодня, знает история. О, я уже сейчас прям мечтаю, как я встану и растянусь немножечко. Бежим мы обратно после этого суперкросса, прибегаем на поляну, а там постановка. Опа-на. Ух ты, какие ребята! Красавцы. Ой, ребята, сейчас, подождите, волосы распущу, подождите сейчас. Все. Не, ну вот Катька громче всех кричала. Хорошо, что нет кольца на пальце, поэтому лучше у нее спрашивать. Здрасте. Здравия желаем. Здравствуйте. 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 Чем вы тут занимаетесь? Спортом. Загадка. Ликвидируем свою немощь физическую. Спорт – это хорошо, но мозги тоже не лишние будут сегодня. И сегодня вам нужно будет проявить свою смекалку, свою сноровку, находчивость. Вот так вот выглядело его задание. Участники реалити становятся командой спасателей. Они усиленно тренируются, но победить должен не только сильный, но и знающий. Кому урок истории принесет высокие баллы, а кто? Что? Завалит экзамен на сообразительность. Ну и как вы думаете, кто перед вами? Артиллеристы, кавалеристы, кто мы? Да, фото. Разницу видите? Ого. У вас штанишки попроще. Манжеты. А еще у него вот эти пумпончики. Медали. Другие. У них была разбита своя палатка, у них была амуниция, у них было оружие. Мы проверяли, смотрели, это все было действительно настоящее. А вообще, когда война началась в 1812 году, кто знает? Что-что? Какого числа началась война? Франция, Россия в 1812 году. Рома, ну давай, твой выход, Гамеза. Ну? Слабо? Все надежды легли, что ответы даст Рома Гамеза, потому что этот человек знает историю, он копается в архивах, он так и говорил, что я люблю это. А я что, обязан всех защищать? Как бы все проходили школьный курс? В каком году училась в 1812? 15 минут назад. Не важно. Я своего отчества не помню. Эти знания должны быть всегда в твоей голове, зимой. Товарищи, а если я вас подниму в 6 утра и спрошу о собирательстве земель русских, что вы мне ответите? Нет, 24 июня. Что-то вы слабовато. И кто был главнокомандующий русской армии? Знаете? Кутузов. А французской? Наполеон. А как звали Наполеона? Бармарар. А как его настоящая имя, фамилия? Кто знает? В свое время на ЦТ я завалила историю. Я ходила на все дополнительные занятия, ходила к репетитору, готовилась к этой истории. Я ее завалила и пошла учиться на экономиста. Хорошо. А сражения какие были крупные, например, в Белоруссии в 1812 году? Мне было реально обидно и стыдно даже, что я не могла ответить на большинство вопросов. Конечно, я знаю, что был Багретен, был Барклайда Толи, что был Кутузов, что были французы, что они переходили Березино и замерзли. Все. А здесь вот буквально… Брилевское поле. Да, буквально. Переправа через Березино Наполеона. Кстати, он сделал хороший маневр, отправил на юг. Вот он совершенно справедливо сделал. Сделал ложный маневр, правильно? Да, и когда его встречали, повелись на эту шутку, он сам пошел. Больше всего поразила их родированность. То, как они вжились в образ, они знают вот эту историю. Ну, так что мозги, я виду, включили. Сейчас мы поедем на Березино искать клад Наполеона. Несметное сокровище, да, это московский… Налогом облагается. Да, я почувствовала, что у меня масштабный провал знаний по войне 12-го года. Мне было стыдно, действительно, потому что свою историю знать надо. Война войной, а обед по расписанию. Особенно, когда ключи от кухни в руках хлебосольной хозяйки Дины. Я увидела, что они действительно голодные, то есть они добирались тоже до этой светлой рощи долго. О, а еще можно помыть яблок. Просто, вообще, это самое печальное зрелище голодный мужчина. Да, на здоровье кушайте. А сами-то ели? Да. Да, уже. Думаешь, почему нас угощают? Да они, а тут сейчас… Она всегда все хочет покормить. Она мне напоминает женщину-мать, у которой там… Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, уртики там. Да, есть. Вот Сашу угостите, у него прям вот глаз дергается, как колбаска хочет. Ей очень подходит слово «баба», но в его таком исконно славянском значении, как вот мать, как кормилица, как всеобъемлющее нечто. Ты надкуси и почувствуй силу земли. Пока команда братается с солдатами за столом, тренер по гимнастике Наташа затеяла свой маленький проект и открыла школу лесной йоги для всех желающих. Всех приглашаем в свой кружок утренней лесной йоги. Правда, пока в нее записался только один ученик. Назад. Хорошо, какая вещь нереальная. Рома, кстати, хороший ученик. Я посмотрела, он такой гибкий. Ну, видно, что Рома занимается, и не просто так трендел. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. О, хорошо, хорошо хрустит. Ну, конечно. Конечно, буду заниматься со всеми. Что, я кину, что ли? Конечно, все под ростину уедут у меня, как пластилин с этого проекта. Ну, потихоньку, чтобы только не больно было, вот приятно, чтобы мышцы растягивались. А сколько у вас было изначально? Десять осталось. Двое? Двое их. А, тринадцать. А, тринадцать, давай. На пятерых уже вырубили, да? И почему они не понравились? Да что они, не, кто сказал, что они, да там глупая ситуация такая, вы что не додумались, не сообразили, ну, и выперли двух человек. А все делается по глупости. Все, нет, не по их глупости, а по нашей глупости. Однако, пора снимать бивак. Лагерь ждет исторический квест. Станет ли он забавой или принесет важный опыт? Все, идем вперед, ребята. Идем клад искать, бессмертное богатство. Брилевское поле. СОКРОВИЩЕ НАПОЛЕОНА Можете приступать, искать, да. Я не хотел выделяться сегодня. И если посмотреть, когда нужно было что-то искать, группа шла в одну сторону, а я шел в другую и почему-то приходил прямо на эту вот позицию, в эту находку. Я нашел! Ребята! Насколько я помню, самую первую записку нашел Саша. Нет? Вот он, я нашел Виталик. Ничего удивительного в этом не вижу. Виталик? Ну, собственно, понятно. От отметки 0. Двигается по дороге Малый Большак. Ой-ой-ой-ой-ой! Можно я прочитаю? От отметки О двигается, двигается по дороге Малый Большок. Примерно 125 сажене и 5 аршин. Аршин сколько? Аршин – это рука. А потом пошли подсказки. Надо добыть подсказку, если кто желает. Надо… Всех желают. Да. Команда желает. Выстрелить надо из мушкета. Стрельба из мушкетов – это отдельная история. Вот типа такой. Я отказалась, до свидания не отвечала. Я тоже испугалась. Чего? А я уже говорил. Я испугалась. Можно? Это очень кайфово. Я очень испугалась. Честно. Это оружие реставрированное. Оно сделано в 19 веке. Здесь ничего не автоматизировано. И отдача невероятная, что можно остаться либо без челюсти, либо без плеча. Да мы все попадем, не переживайте. Единственный момент, смотрите, с непривычки может быть небольшой дискомфорт, потому что тут будет воспламенение. Да, огонь и дым будет. Так что будьте внимательны. Близко лицо. Да, и там будет подсказка. Если кто собьется… У нас 8 попыток на одну бутылку. Да. А, легко. Базара нет. И мне просто руки чесались, мне горело все. Я хочу пострелять. Номер один, товщ. Поднимай ружье. Я решил первым, чтобы другие посмотрели, как это делать. Цель, товщ. Блин. У меня не было задачи попасть по бутылке. У меня была задача, чтобы другие научились и по ней попали. Не бойтесь. Это не по вас. Пока мимо. Второй, кто желает. Прикольно так поржали, постреляли. Но все такие цели, весь отважный. Дайте я стрельну, дайте я стрельну. Приплечо. Нет, не бухать. Чузик ты. Я не бухаю сегодня. Ухом прижимает к этому, как жахтый. Я по-прежнему придерживаюсь политики игнорирования того, что он знает лучше всех. Я прошел инструктаж и в его комментарии точно не нуждался. Резко. Блин. Сейчас было видно, что ушло вообще туда. Честь. Вызрел. Мимо. Где-то выстрел после третьего-четвертого меня реально посещает голову мысль о том, что, блин, ну не развод ли это? Это было ужасно. Я до сих пор вспоминаю, мне хочется ухо закрыть. Когда сам стреляешь, почему до этого звука не слышно? Я не знаю, адреналин или там ты сфокусирован на том, чтобы тебя попасть в цель. Я вешу, мне кажется, примерно столько же, сколько это оружие. Тихо, 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 стрелок, хренов. Держи, держи. Мне именно казалось страшным то, что отдача будет слишком сильной. Давай, Ромки. За нас, за всех. Ну, потом, когда выстрелила та же самая Катя Губина, которая не отличается особой физической формой, это не укор, а комплимент. Когда выстрелила Катя, все, мои сомнения рассеялись, и выстрел прошел на ура. Блин! Выстрел! Мимо. Это было очень мило. Все, последняя попытка. Ну, все, Виталик, все, давай. У команды остался только один выстрел, чтобы получить подсказку. Теперь все зависит от Виталия. Накануне он объявил себя лидером команды, а лидеру нельзя промахнуться. Даже если кто-то не дает сосредоточиться и сбивает с толку. Виталий, а Виталий? Я мандражирую. Я мандражирую. Все. Максим комментировал. Сейчас Виталик с одной руки вот так вот. Он же командир, но он хочет им быть, а он должен комментировать. Не комментировать, а отдавать приказы. Когда стреляешь, рот открываешь, чтобы тебя не глушило. Я не хочу быть командиром, я хочу быть лидером. Ну что ж, ребята. Да, вам не повезло. Ладно, открою вам большой секрет. На самом деле, это муляж. О, я сразу так и сказал. Я сразу так и сказал. А что, что мы с вами производили, это имитация. А ты еще любее перепроди. По-моему, три, вижу, вижу, полетела. Мы так старались. Мы все пулечки распределили по всем. Мы хотели, чтобы каждый стрельнул. Чтобы мы так болели яростно. Потому что мы все хотели попасть. Старание и желание все же принесли подсказку. Но станет ли она полезна людям, которые все еще не могут собраться в настоящую команду? Вот не тех людей добрали для этого реальства. Таких классных мальчишек. Вот таких просто светло добрых. А здесь это такой какой-то курятник. Собрали, вот бригаду непонятно кого. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну вот что я тут делаю? Команда спасателей реалити проходит исторический квест на легендарном брелевском поле. Участники ищут клад Наполеона. Они уже добыли подсказку, которая приведет их в карте. Одна сажень, три равняется трем маршинам. Весе тринадцать сантиметров. Одна мерста. Но прохождению маршрута мешают характеры. Какой-то курятник собрали. Вот бригаду непонятно кого. Клад получит все, но победитель будет один. Короче, ребятухи. Я иду, считаю метраж. Макс отлично считает. Он помогал нам. Раз, два, три. Вот этот считает бородатый, но он считает, он идет по полметра. Я посмотрел, что Максим делает маленькие шаги. Двести пятьдесят шагов с пограничностью в десять сантиметров на шаг. Это уже два с половиной метра. Не попасть. Короче, нам до этого памятника чехлист. Он переборщил с тем, что он взял на себя там лидерство мерить шаги. Нет, ну вот там вот было ровно еще сто тридцать. Надо было двести пятьдесят метров пройти, а он там двести тридцать, говорит, ну поворачивайте. Шире шаги, пожалуйста, Максим. Коля уже взялся за гуш, не говори, что не душ. Есть мой генерал, разрешите выполнять. Я следом шел в конце команды и считал свой счет. И когда у него закончились, я продолжил считать свой, пока не засчитал свои двести пятьдесят. У меня вот здесь получилось. Угу. Ну, как бы раздраж не пошел. Дальше не идите. Виталик, он очень много делает и просто молчит. И, конечно, это тоже может влиять как-то на то, что кто-то замечает то, что он делает, или кто-то не замечает этого. Потому что Макс, он очень много говорит, ну, как бы что-то делает, но очень много говорит при этом, обращая на это внимание. Ну вот, остатки старого памятника. Вот видишь, как мы близко к цели. Ну. Близко к цели. Остатки нашли. Вот остатки. Надо найти. Карту найти надо здесь. Карту надо найти. Ну, с квестами у меня реальные проблемы. А тут такая бат, и моя записочка. Я такая... Опа! Есть бог на свете. Блин, пальцами. Вот, вот. Я буду читать. Повернуть направо и спросить у старика, где бутылка с картой клада. Ну, погнали. В руках участников появилась карта. Теперь они смогут найти закладки с трофеями для всех. А каждый заработать очки для себя. Сейчас у нас осталось восемь человек. У нас из этих восьми половина – это очень громкие люди. Карта нам направление указывает. Подожди, а вот, вот смотри, просто здесь должна быть одна. Почему ты решил, что вот это – это именно закладок? Они не слышат других. Они думают, что если они говорят громче всех, то это, блин, правильно. Это карта карт. Это не карта закладок. А мы у старика возьмем сейчас. Карту? Нет, мы пошли и смотрите по сторонам. Я предлагаю, она сосредоточится по шее, вот так вот, по лево и по право. Небольшая подсказка. Вот эти кружки – это скопцы. Вот, видите? Это курганы такие. В одном из них будет закладка, и вам надо ее найти. Здесь, вот скопцы. Вот это и есть скопцы. Максим, он берет очень много инициатив на себя. Да, ну, он ее и оправдывает. Когда он на сегодняшнем задании взял практически всю инициативу на себя и нашел все подарки, как бы никто не был, в принципе, против. Ну, было бы, конечно, здорово, чтобы кто-то другой нашел. Раз, два, ай да люби, вам надеет, что золото поет. Я нашел. Вроде нашли. И вот он. Читай. Получается, что я прямо у Максимова с подноса забрал вот этот второй торфей. Кофеек. Нет, это чай. Чаек. Ну, так себе, чаек. Да. Не будешь накладывать, что ничего не пьешь. Первые трофеи принесли баллы тихому Виталию, а не громкому Максиму, как послышалось некоторым членам команды. Впереди встреча с таинственным стариком. Николай Николаевич сказал, у старца спросите, где клад. Хоть и неодушевленный, он им ответит. Если вы поймете, кто это такой. Может, какая, как баржа, как паромчик, плод, мост. Я пытался зайти с другой стороны, что старик – это образ, вот, а не старик в образе. Он либо водяной, либо рыбак. Наташа, он неодушевленный. Тогда рыба. Я вспомнил, что старик – это старое русло реки. Вот так обычно рыбаки его называют. Старое русло реки. Ты виталия прав. Виталия прав. Русло. Слышал? Скорее. Олдмен. Лучаю. Сидуля, ты мой, ёпсель-мопсель. Бутылка с подсказкой возле реки нашел Максим. По крайней мере, про себя могу сказать, что я нашла эту бутылку в воде. Но Максим меня остановил, говорит, ну-ка, ты меня подержи, я сам достану эту бутылку. Есть ухожачер. Вижу, вижу. Вот где я. Давай, я тебя держу. Ты меня держишь? Да. Ядрёный пассатижи. Там вода просто. О, смотри, прыгнул. Мы нашли. А, ну да, Дина с Максом нашли бутылку. Но чтобы найти бутылку, надо было сначала догадаться, у кого спросить образно, где её искать. А это намного было сложнее догадаться, чем просто по кустам пошарить. От отметки ноль выйти на дорогу. Сюда обратно вернуть? Боль шаг. Пройти около 170. Свой первый балл заработала Дина. Она нашла бутылку. И берёзный. Правда, многие уверены, что её обнаружил Максим. Так же, как и закладку Виталия. Как так получается? Дело в Виталии, Дине, Максиме или в самой команде? У медали две стороны, у палки два конца. Понимаете? Субъективно, вот это вот сообщество людей могут выжить абсолютно любого. Виноватого, невиноватого, просто по принципу понравился, не понравился. Они могут выжить, например, как и самого активного, да? Потому что у всех напрягает, вот там громче всех говорит, больше всех делает, ещё что-то. Так точно так же они могут выжить того, кто, ну, вот молчит, например. Эээ, сгущёночка! Я нашёл, я и ем. Оп! Грибок? О, ещё одна. О, тут низкое мясо. Причём оно такое люто сырое? Разу не есть. Ого-го! Ребята, я чекушечку нашёл. Чекушечка. О, ещё какой-то ништячок. Да там ники несловидно. Слушай, я сегодня попёрла, Марс. О, сика-сика. О, сахар, ядрёные пассатижи. Я ю-ху, класс. Я сегодня взрываю все клады. И все уже нервные из-за того, что сладкого не кушают. Эта сгущёнка, я думаю, наладит нашу атмосферу в коллективе. Вам осталось найти самый главный клад. Сокровище Бонапартия. Ну, уже бутылку нашли, куда ещё главнее? Сгущёнка и самогон. Всё, чего просили девочки и мальчики. О, Дина, раскапывала. Я раскапала уже. Грунче, пожалуйста, Максим. Спасатели, вы справились с заданием. Нашли, чего не было в Москве в 812-м. Что есть сегодня, что понадобится вам завтра. Когда вернётесь в лагерь, разберитесь, как это работает. У нас ещё один есть. Ты герой, ты победитель, тебе помог огнетушитель. То, что огнетушитель оказался главным призом, я думаю, это двояко. То, что Москва горела и через год изобрели огнетушитель. И плюс, помня наставление Валерия Вадимовича о воде, огне и медных трубах, мне кажется, завтра будет испытание огнём. Исторический квест принёс команде долгожданные съестные трофеи. Запутал в лидерах, аутсайдерах, намёках и подсказках. Брилёвское поле, как и прежде, стало свидетелем конфликта интересов. Не ново для истории. Люди вообще мало помнят историю. Многие задаются вопросом, зачем её учить. Она нужна для того, чтобы не совершать те же ошибки. Николай Николаевич рассказал нам о том, что в 1812 году 10 тысяч людей эвакуировали, и они все погибли. Люди переходили реку только по тропам. Мост уже был не нужен. Масштабы трагедии действительно большие. Мне, на самом деле, это было очень интересно. Потому что вот когда рассказывают историю прям до таких мелочей, ну это круто, это здорово. Завлавей, завлавей, страшечка, канареечка давно поёт. Я расширил свой кругозор, это одно. Ну, а второе, то, что информацию можно доносить не только напрямую из книжек, а вот через вот эту игру, через образ какой-то. И она намного более усваивается, потому что то, что они говорили, я, наверное, 90% запомнил. Вот, а если бы я это прочитал, то, скорее всего, это было процентов 10, если не меньше. Ну вот, ребятки, на сегодняшний день приключения наши, можно сказать, закончились. Историю, конечно, плохо знаете на нашей земле. Это большой минус вам. Рекомендую почитать книжки. А победителем сегодняшнего дня стал молодой человек, которого зовут... Я не заметила о том, что он там лидирует, что он что-то соображает быстрее. И будет дан салют в честь данного товарища. Я не знаю, почему я его Нихович назвал лучшим. Максим очень много сделал. Я думал, что, если честно, он получит. Вся остальная команда считает, что все сделал Максим? У меня другое мнение. По результатам испытания Виталий заработал 6 баллов. Он ответил на вопросы викторины, нашел записку, правильно посчитал шаги и вывел к нужному месту. Угадал старика и поднял два трофея. На счету Максима 4 трофея для команды. Два очка у Дины. Она нашла бутылку в березине и обнаружила главный клад. Один балл в пользу Наташи за найденную карту. По одному у Ромы Ковалевского и Кати по результатам викторины. С пустыми руками из похода вернулись Саша и Роман Гамеза. Я считаю, что все более чем заслужено. Однако победа Виталия не была принята единогласно. Команда считает, что настоящий лидер должен быть не только сильным и сообразительным, но и заметным. Кажется, Виталию есть над чем подумать. Сейчас я понимаю, что я в патовой ситуации. И, наверное, будет сложно реабилитироваться, даже имея иммунитет. Сегодня участники реалити проходили исторический квест. Ребята соревновались в знаниях, смекалке и удачливости. Победу одержал Виталий. Он получил в свою честь салют, но не заработал единогласного признания команды. Я не знаю, почему его Николаевич назвал лучшим. Борьба за лидерство между ним и Максимом накаляется. Он же командир. Я не хочу быть командиром, я хочу быть лидером. Отношения напряжены. Затишье на поляне намекает на бурю. Мы сегодня получили массу приятных впечатлений. И ментальных, и материальных. Все очень здорово. Да. Для людей, для большинства, для девочек, тем более для парней, для этих домашних, которые, ой, у меня кусочек одеяло, упал на пол, как я теперь буду накрываться? Нужно стрессовая ситуация. Они еще не адаптировались. Они, посмотрите на них, они ходят, как инопланетяне. У них глаза в разные стороны, что здесь происходит. Я по сейчас не могу понять, где я нахожусь. То есть, что я здесь делаю, кто эти люди рядом, вообще что-то меня хотят. Почему я не люблю в последнее время много разговаривать? Потому что я понимаю, что когда ты много разговариваешь, на чем у тебя тратится лишнюю энергию. Может быть, просто стоит иногда поэкономить себя. А то так можно и до конца не дожить чисто самому. Самому с собой не дожить, грубо говоря. Не то, что уже с окружающим. Чтобы сгладить нарастающие конфликты, команда приняла решение устроить маленький пир. Сладкие трофеи квеста позволяют. А от недавнего испытания водой осталась заначка. Деликатесные струйсиные яйца. Струйсиные яйца, конечно, явились не то, что неожиданностно таким. Их вскрытие считали чуть ли не моментом истины, потому что на нем хотели присутствовать все. Я начал спать, и все сделали отдельно от меня. То есть я опоздал буквально на 5 минут. Меня никто не разбудил. Засранцы. Вот такого высыпать нужно. Неплохо. Допустим. Четыре больших взрослых самостоятельного человека не в состоянии разбить яйцо. А вы уверены вообще, что ты яйцо? Да. Но это не киндер яйцо, точно. И что? Можно было. О, как красиво! А это даже не разбился. Чего? Блин, надо зафоткать. Зафоткали? Сейчас я даю интервью, а они уже все-таки вскрыли яйца страусины, и я не видел, как они внутри выглядят, эти желтки. Да, у него плотность охрененная, конечно. Курочки нервно курят в стороне, блин. Возьми вилку. Оставят. Я выгрузу из их желудков. Должны. Ну там Дина, она побеспокоится, я думаю, о моей парке. Это было прекрасно. Прошло? Да. Все, племя. Так вы оба разделили, да? Ну ладно, серебрячь на круг. Погибли юность и талант. В нашей команде наметился раздрай на тему того, что должны ли мы все делать именно вместе, или не стоит кого-то ждать для того, чтобы сделать какие-то срочные вещи. Я пожарил бы, не знаю, как хотите. Я не знаю, они как дебилы, не могут договориться, кто что хочет. Ну мне вообще пофигу, могу вообще не жарить. Ю, можно? Дина, можно? Как хочешь, не знаю. Ну мало ли. Кого еще надо сходить? Кто в туалете? Проголосуем на вечернем костре. Ребята между собой там пытаются конкуренцию какую-то держать. Ну а девочки уверены, что на меня гонят, что я тут пытаюсь состроить кухарку, такую хозяйку. Ну так сложилось, так получилось. Пойдет, заряжь все равно не бывает. Нет, я бы еще довел бы. Ну давай. Виталик, ты бы еще довел, а я бы тоже. Доведи вон Динову хоть до чего-нибудь. Это у нас два уже третий день. И вот они за эту еду постоянно. Если вы ему режете еду, они уже послезавтра друг друга порежут. Реально, не шутка. Есть такой психолог Абрахам Маслоу. Есть пирамида потребностей. Вот она там на верхней ступени, там самоактуализация, еще что-то, по-моему. А вот самая низшая ступень была потребность в еде, в воде, в питье, еще в кое-чем. И вот они вот здесь и не пытаются. И с ними не поговоришь на какие-то там душевные беседы, не перед кем блеснуть интеллекту, либо еще что-то. Потому что у них вся тема, ну, все темы сводятся к чему-то околотуалетному. Я уже говорил, меня очень раздражает, что этот чувак просто рассказывает про то, как он пять дней не ходил в туалет, либо как он сходил, жидко, редко, густо, еще чего-то, как ходить с петличкой, а что это за туалет, и фу-фу-фу. Да ты мужик, в конце концов, куда ты ехал? Ну, заткни ты варежку, свои девчонки молочат. И я такой просто сижу, думаю, боже, накипело. Где Рома? Рома. Блин. Максим всегда такой, он ведет себя так, и его правда – это правда на весь мир. Ее должны разделять все безоговорочно. Похоже, примирение не состоялось. Максим нетерпим к Роману Ковалевскому и другим ребятам. Дина раздражена политикой кухни. Виталий переживает конфликт лидеров. Роман Гамеза не может найти сил собраться и проявить себя. Так что, варим почки? Мы их сейчас ставим варить? Да, конечно, они же спорят. А вода закипает. Ну да. Исторический квест стал началом нового этапа жизни лагеря. Ой, слушайте, так быстро потемнело. Не, ну дядька молодец, он историк, вот, организовал эту штуку вообще. Если честно, это задание мне внесло некоторую смуту в мои размышления. И это какая-то немного неорганизованность наша общая, что ли, и какая-то централизованность власти. Ну, не знаю, что-то в этом есть такое, чего я не понимаю и пока что не могу объяснить. Пока что до меня это не доходит. Еще утром на викторине команда делала ставки на Рому, но он не смог вовремя проснуться. На задание ему не удалось включиться, а единственная найденная им подсказка буквально ушла из-под носа. Нашли люди бутылку, я еще где-то непонятно где якшаюсь. Ни одной находки на моем счету нету. В отсчете шагов я не участвовал. Единственное, что там нашел знак на трех березах, ну, Максим вырвал его первым. Там вбита какая-то металлическая ручка. Насчет того, что Гаме за хлиптым голосом что-то сказал, я не слышал. Я реально обошел эти березы без чих-то там подсказок и увидел, что там даже, там не гвоздь, там скоба торчала. Ну, скоба. Ай, я тут ворву вбушаю, роща березовая. Как же я хорошо думаю о людях. Я даже не знаю, если честно, что по этому сказать. Я вот сейчас буду идти обратно, и будет хорошо, если никуда не грохнусь в череде своих догадок. Да. Анализ дня, осознание своих ошибок и версия Максима стали проблемой для Романа. Квест оказался серьезнее, чем виделся ребятам в начале. Не знаю, вот я холол дрова, он идет, плачет. Я думаю, ну, вроде как пацан теоретически, ну, по гендерным признакам. Ну, бежать ему сейчас, опять же, сопли вытирать, будет как-то наиграно. Рома. На взрыв. Ну, давай я подойду. Давай я подойду. Ромыч, я тут. Скажи мне, друг мой, как она тебе помочь? Я сокрушаюсь о том, что я тормоз и не осознаю конкретно реальных, вот, вот, лежащих прямо перед вещей. Вот, из-за этого бессилия и все эти истерики. Нет, смотри, Рома, даже сегодня, смотри, мы сегодня здесь, третий день. Ты не знаешь, как техническая вода откроется. Ну, капец. Ну, я сама беспомощность по жизни, ну, что поделать? Это были действительно слезы бессилия. У меня навалилось, накопилось. Я, конечно, зря сделал, что вышел к ребятам. Только возьми, может быть, плед, потому что тебя сейчас точно там задубанит. Или спальник даже. Какие выводы сделает команда? Подберут ли участники ключи друг к другу? И какие решения примет теперь сам Рома? Очевидно, что завтра уже не будет таким, как сегодня. Как говорил мой учитель по физкультуре, Неважно, как начнешь, важно, как закончишь. Сегодняшний день на проекте оказался самым сложным для ребят. Испытание обернулось серьезными последствиями. Ребята не поделили лидерство, отношения испортились. В команде поселилось непонимание. Пришло время принятия решений. Добрый вечер. Привет. Добрый вечер. Как ваши дела? Хорошо. Ну что, я обычно приходил с подарками. Сегодня я пришел с гостями. Женя, Ира, подходите. Я вот говорила, блин, показать мне, как пользоваться этой штукой. У меня первая мысль была, что нас хотят чего-то обработать, чем-то облить. И да, он практически это сделал. Первая секунда у меня в голове была так, где лежит наш огнетушитель. Ты там крышу не спали, блин. Восторг. Я же давно сказала, что огонь – это моя стихия. Ты кто? Дой, а тебя... Я уважительно отношусь к этой стихии. Огонь – это серьезная энергия. Я люблю смотреть вообще на огонь, размышлять и чувствовать, как получаю дзен. Я думаю, вы догадались, что завтра вас ждет испытание огнем. А сегодня мы познакомимся с этой стихией поближе. Файрмен. Ух ты, красавчик. Сейчас кожанка твоя пойдет по полю хорошо. Он тренировался, наверное, да? Я скажу вам честно, это было первый раз. Ой, да ладно. Спасибо. Первый шаг в испытание огнем – только отсрочка принятия решений. Номинация неизбежна, и каждый теряется в догадках, кто покинет команду уже сегодня. Рома или Рома? Кто-то из двух Ром. Пам. Давай, Ромочка. Роман, Роман Халорецкий. Я вообще порой задаю себе вопрос, вообще все дома, не все дома. Самый слабый участник на данный момент, наверное, Рома. Все отлично, молодец. Делай, что хочешь, летай. Ай, на не. Извините. Если честно, я сказал бы на себя. Ну что, вы посмотрели много красивых идеальных номеров. Итак, впервые на манеже выжатупает «Эйки-мон шоколад». Пожалуйста, держи их крепко. Вот честно, я признаюсь, по дню в целом выделился только Виталик. Как он говорил, шестеренка. Так, шестеренка, да. Виталик очень неуверенный в себе человек. Он сам не видит все свои силы и всех своих преимуществ перед другими людьми. И он очень стесняется их демонстрировать. У него и есть с чем сравнить. Он учитель в школе, да. Так как дети в школе могут доставать, я думаю, вряд ли будет выбешивать кто-нибудь один из восьми участников, да. Хорошо, давайте ставим и Виталика, и Максима на одном уровне, допустим, за сегодняшний день. Ай, на не, на не, а я красавица. За всех остальных это шесть человек оставшихся. И даже включая меня. Можно вообще, абсолютно любого, вот из четырех оставшихся. Догадки догадками, но только ведущий Дмитрий Савин знает имена двоих, для которых сегодняшний костер может оказаться последним на проекте. Ну что, я смотрю, огнетушитель нам сегодня не пригодился, да? Да, слава богу. Это хорошо. Ну что, вы молодцы. Вы справились с этим испытанием, познакомились с огнем. Вы должны понимать, что основное испытание ждет вас завтра. Но вернемся к сегодняшнему дню. Я хочу отметить двух человек. Это Максим и Виталий. Вы лидеры. Вы разные, но вы лидеры. Молодцы. Не согласен. Ну ладно. Про остальных, к сожалению, мне нечего сказать. Тем не менее, сегодня один человек нас покинет. И вы сами выберете этого человека. Из двух слабейших на сегодняшний день. Рома. Гамез. Совсем недавно я тебе сказал, что я тебя не замечаю. А сегодня ты исчез совсем. Хотя на испытании, на квесте, ты мог бы быть лучше. Саша. О, что мне так влечет. Вчера команда вернула тебя в проект, дала тебе шанс. Отправив при этом двух человек домой. Я думаю, ты понимаешь, что ты должен был работать за двоих. На мой взгляд, ты сегодня не справился из-за самого себя. На квесте ты просто присутствовал. Несобранность и неожиданный кризис Ромы привели его в номинацию. А для Саши такой поворот событий и вовсе полная неожиданность. Команде пора решать. К Саше имею самое хорошее отношение. И я надеюсь, что он поймет мой выбор и не обидится. Рома. Потому что Саша очень старается. И я думаю, что он еще себя проявит. Проголосовать против Саши будет означать, что проголосовать против Кати и Паши. Я хочу оставить Рому. Человек, который понимает свои ошибки, достойный остаться на проекте. Топить слабого – это как бы никому не прибавит никогда чести, не добавит ума еще чего-то. Я бы очень постараюсь, если вдруг так сойдутся звезды, что он останется на проекте, до завтрашнего дня этого парня расшевелить, как-то помочь его поддержать и сделать так, чтобы он хоть как-то себя проявил, а в чем-то себя показал. У меня все, спасибо. Ну, перед тем, как я назову имя человека, который поедет сегодня домой, я хочу, чтобы и Рома, и Саша сказали что-нибудь нам. Рома, давай начнем с тебя. Все хорошо. Я просто не знаю, что сказать. Ребята, спасибо вам за то, что эти три дня были приятнее, намного приятнее, чем то, что могло бы быть. И даже сейчас, если я не уйду, все равно хочу сказать всем большое спасибо. Наташа за ее зажигательность, Максиму за его инициативность, Саше за его искрометный юмор, Дине за чудесную хозяйственность и постоянный заразительный смех. Катя за ее чудесную инициативность и высокий интеллект. Ну, мне кажется, Виталия хворить можно просто бесконечно. И теперь, Рома, большое спасибо. Я даже не осознаю, насколько жалко было бы отсюда уйти. Спасибо вам всем большое, ребята. Тебе спасибо. Рома, тебе спасибо большое за твою тонкую душу. Спасибо, Рома. Саша? Ну, я не знаю, как расфасовались, грубо говоря, голоса, но... Я отсюда не хочу пока уходить. Я не получил того, чего я хотел. Опыт, эмоции. Я считаю, что этого для меня на данный момент недостаточно. Хорошо, спасибо. Команда сделала свой выбор. Саша, ты сегодня едешь домой. Саша, я голосую против тебя. Должен уйти с проекта Саш. Извини, земляк. Я желаю вам спокойной ночи. Вы можете попрощаться. Увидимся с вами завтра. До свидания. Команда, которая еще вчера единогласно потребовала вернуть Сашу в проект, сегодня проголосовала против него шестью голосами из семи. Вы меняете на двух человек, потом выкидываете его в следующий день. Может, надо подумать и задуматься, может, причина в тебе? Ты сказал, я не получил того, что ожидал от проекта. Чего ты ожидал от проекта? Ты так эгоистично, даже сейчас, в последние события. Я не эгоистично, я сказал, просто я желаю остаться, то есть, ну... Я не получил, типа, тебе должны, то есть, я чего-то... Вот такая твоя речь, вот эта была. Нет, ну, я прямой любое решение, я как бы принял, но... А куда ты денешься? Я прямую, типа, вот... Нет, ну, просто... Нет, нет, правильно. Неожиданный поворот. Но каждый из ребят знает, что завтра это может случиться с любым. Поживем, увидим. В следующей серии.